Дорогие друзья, мы продолжим обсуждать вот тему, которую мы начали с Юрой и продолжим то, что говорили наши коллеги в материале. Есть несколько вопросов, хотим сейчас их озвучить нашему гостю. Вот поставки оружия Украине 2023, насколько близок вот этот перелом, о котором мы говорим и вот эти системы, которые в ближайшее время прибудут в Украине, для чего они необходимы, необходимы вооруженным силам Украины. Николай Маломуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. С нами на связи Николай Григорьевич, рады вас видеть в новом году. Здравствуйте. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Ну действительно, не будем перечислять, да, и боевые машины Брэдли, то, что мы озвучили, то, что к нам придет из той же Франции легкие колесные танки и так далее. Хочу у вас как бы вывод сделать. Вот американские, французские и немецкие поставки бронемашин, о чем они свидетельствуют? И по вашему мнению, свидетельствуют ли они об изменении тактики западных союзников Киева? В первую очередь, то, что именно наши союзники четко уже верят, что есть стратегические вопросы. Николай Григорьевич, давайте мы вас перенаберем сейчас. Николай Григорьевич, есть вопросы? Давайте мы продолжим эту тему. Почему мы сегодня об этом говорим? Действительно, у нас, во-первых, есть информация от наших западных партнеров, о том, как изменяется помощь западных партнеров. Но также, теперь Украина потенциально может получить значительное количество западной бронетехники, а это существенно увеличит способность Украины проводить крупномасштабные наступления. Об этом говорит редактор британского журнала «Экономист» по вопросам обороны Шашанг Джуоши. Есть Николай Григорьевич, да? Николай Григорьевич, давайте продолжим. Я немножечко тут добавила информации, пока налаживали связь. Вам слово. Ну, в первую очередь, западные союзники четко уже определились, что именно Россия проигрывает на поле боя реально. И что наступает период уже как раз перелома, когда мы можем реально уже говорить об освобождении территорий и ослаблении режима Путина. Поэтому в этой ситуации как раз уже есть очень мощные мотивации, прямо стратегистические, для того, чтобы могли проводить наступательные операции. Вот это самая основная часть, которая сейчас волнует Запад, что Россия готовит новые резервы. Это, конечно, и военнослужащие до 200 тысяч и более. Это, конечно, вооружение и технику старую, но они сейчас модернизируют. Это, конечно, производство новых ракет на базе ВПК России. Поэтому для того, чтобы упредить такие действия, новое разворачивание больших дивизий, армий, корпусов на направлении Украины и, конечно, обеспечить наши наступательные возможности, необходима новая эффективная техника. Ее нужно многое, я сразу скажу. Поэтому поставка и не только БТР, которые дают нам американцы, немцы, французы, но это и самоходные установки, САУ очень активно и эффективно и для обороны, и для наступательных операций. Это, конечно, ракетные системы новые. Самое очень сейчас актуальное – это боеприпасы, снаряды и ракеты, которые необходимы в неисчислимых количествах, прямо скажу. И для обороны, например, Бахмут, если мы говорим направление, или там даже сейчас Сватово-Криминаев и Запорожье, но и для уничтожения сил противника на подходах, вот этих всех Бёрджих резервов, которые будут подтягивать, новых систем ракетных, которые они сейчас изготовляют на базе ВПК, танков, БТРов, которые везут, например, на территорию и Донецкой области, Белоруссии на юг. Это то, что сейчас, я скажу, чрезвычайно важно. И самое главное, важно, что это было быстро, когда еще Россия не сумела развернуть вот эти все дополнительные резервы и дополнительные огневые средства. Поэтому и сейчас и США, и Германия, и все представители НАТО активизируются в тех направлениях, которые сейчас могут быть быстро наданы, то есть со своих резервов. Не то, что будет произведено, это долговременная программа производства. Мы знаем, там уже и АРИСы готовятся, и танки могут через год-полтора поступить, уже более мощные типа Леопард. Но сейчас уже вопрос стоит не производства даже. Это среднесрочные и долговосрочные программы. Сейчас необходимо на протяжении месяца их поставить, практически быстро обучить. Это примерно, как мы определились, до четырех недель максимум, например, в Германии, Великобритании, частично некоторые по Патриот в США, в третьих странах. И, конечно, быстро начать именно подготовку стратегистских наступательных операций с вот этим большим резервом. И уже и сам Байден четко обозначил, что наступает переломный период. Переломный период не только за счет того, что мы будем, да, действительно готовить и тактические, и страдинские наступательные операции как на востоке, так и на юге. Это и обеспечение эффективно боевой техникой, боевосредством и боеприпасами. Это чрезвычайно важно. И еще тут комплекс вопросов, который решается. Это активное участие в этом процессе нашего военно-промышленного комплекса. Это дальнейбольные ракеты, тысячи и более километров, аж до двух тысяч. Это армия дронов и беспилотников, особенно, которые могут добивать именно так же до двух тысяч километров и до Москвы, и дальше, аж до Урала практически. Это то, что будет обесценивать и базы производства, базы размещения стратегических бомбардировщиков, корабли и подводные суда, которые имеют ракеты, калибри. И, конечно, то, что будет подтягиваться как резерв. Уничтожая резервы, боеприпасы, склады, штабы, мы фактически даем предпосылку к мощным наступательным операциям. Но это нужно очень четко, чтобы было поддержано нашими союзниками. Вот эти все средства, которые мы обозначили, которые сегодня звучат и от Кирби, и от представителей Шольца, и Франции, и с координатских стран, это ближайшие недели. И я думаю, что середина, зимы, начало весны, это могут быть решающие для наших наступательных операций и освобождения территории нашего государства. Николай Григорьевич, осмотрите, хотел бы вас спросить, когда ожидать вот острой фазы этого противостояния с учетом поставок, но вы уже практически дали ответ на эту историю, да, и мы можем вспомнить и заявление немецкой стороны о том, что вот мы предоставляем вот эти мардеры, ну и нужно время, чтобы научиться вот с ними работать. Было объявлено, что около восьми недель будут проходить определенные учения. Как раз мы и выходим, по сути, там на март месяц, да, но вот более-менее плюс-минус к этому времени. А если говорить о поставках вооружений, и я добавлю сюда еще позицию главы украинского МИДа Дмитрия Кулеба, он говорит о том, что вот было снято табу на предоставление наступательных вооружений. Николай Григорьевич, а по вашему мнению, после этого табу, какие еще табу нам нужно снять? Ну, в первую очередь, конечно, ракеты дальнего радиуса действий, это и атаканцы, это 300, 500, 800 километров. Конечно, я еще скажу то, что глава МИДа Кулеба сказал, что это снятое, но нужно, чтобы они были поставлены. И танки Абрамс, и Леопарды, потому что для решающих наступательных операций это очень важное вооружение и техника. Очень такая мощная, тяжелая для ведения боевых операций, как в обороне, особенно важная для наступательных операций. И, конечно, это привести всю систему в слаженную модель, чтобы она действовала как единый организм. От генштаба заканчивая низшим звеном взвода. Это то, что дает полную картину на поле боя. Это также новейшая система управления, о которой мы сейчас мало говорим. Мы говорим больше о ракетных системах, о системах ПВО, Патриот, например, или боеприпасам. Но системы радиолокации, дезориентации всех систем наведения России – это не менее эффективное оружие. Когда они не будут видеть, куда стрелять, или будут стрелять, так сказать, по своих же, так сказать, в позициях. Это очень мощная система, которая должна поставлена быть. И система, конечно, управления. Единая система управления огнем – это важнейший фактор уже на порядке, я говорю, выше системы агрессии, так сказать, Российской Федерации. Они будут в 21-м, в 20-м веке где-то, а мы в 21-м идем вперед. Даже поднимаемся на новый уровень, но не просто в формате даже учений стран НАТО, а в формате реальной войны ежедневной. Это то, что мы сейчас и сами совершенствуем. Мало того, адаптируем и старые выгружения, и адаптируем новые разработки. И КБ «Луч», и КБ «Южная», и других наших мощных производителей, которые могут производить как баллистические, так и страдейские ракеты. Это то, что сейчас на порядку дня, как фактор не только сдерживания вот этой большой навалы, о которой я говорил, там, залуженной, а фактор очень мощного уничтожения всех возможностей противника, и, конечно, очень грамотная подготовка наступательных операций. Я думаю, что мы должны использовать все шансы и западную помощь, и наши возможности, и очень правильное планирование и стратегических, и тактических наступательных операций, и выйти все-таки в ближайшие месяцы на большие, очень мощные контрудары по противнику, и освобождение юга и востока Украины. Тогда будет именно ослабляться режим, тогда будет ослабляться Путин, и он дрогнет. Тогда будет вопрос о ее смене даже в самой Российской Федерации. Николай Григорьевич, о танках вот этих, да, или как их называют еще, колесных танках, вот IMX-10RC, добавим сюда еще вот эти Брэдли, соответственно. И если читать вот анализ военных экспертов, они говорят, что вот если брать IMX-10RC, то эта машина была разработана еще в 70-х, 80-х годах для отслеживания продвижения советских сухопутных вооруженных сил. Брэдли в свое время, они сыграли очень важную роль во время войны в Персидском заливе. Именно пушки Брэдли уничтожили большую часть иракской, то есть советской бронетехники. Получается, что наши западные партнеры делают вывод, что, ну, российская армия, она и осталась в советском таком, да, периоде, ничего не предлагая нового. А эта техника как раз показала свою эффективность противодействия вот той навале, которая сейчас есть, да, с неизмененными подходами, с неизмененной и необновленной техникой в составе Российской Федерации. Да, Российская Федерация, она осталась еще в прошлом поколении, но тут нужно тоже реально оценивать, она пытается ее модернизировать. И они производили как раз и танки Т-90, это, ну, ниже Абрамса, но не хуже, в принципе, и другие средства. Их мало, но и сейчас все системы, которые именно реализовали за рубеж, приостановили. И вся система ВТС, военно-отехническое сотрудничество, свернута и возвращена в Российскую Федерацию. Это новейшие танки, БТР, это гаубицы, это ракетные системы. Поэтому недооценить противника тоже не надо. Я считаю бы, если объективно, наряду с и Брэдли, и Мартером, и другими, конечно, должны быть и новейшие виды вооружения. Потому что все-таки это плюс большой, что это большой пакет. Но я считаю, что должны быть более новейшие средства, более тяжелая артиллерия, более эффективные ракетные системы и боеприпасы к ним на дальнее расстояние. Тогда мы меньше будем терять наших бойцов и командиров, более эффективно уничтожать противника. Я еще подчеркиваю, и на поле боя, особенно на подходах, это важно. Даже вот эта техника и ракетные системы, и боеприпасы в большей количестве – это залог уничтожения этой армии прогрессора на еще путях коммуникации, подтягивания к боям боя и, конечно, на поле боя. Вот этот комплекс дает перспективу. Я думаю, что даже благодаря союзникам я все-таки призывал бы их, зная хорошо всех руководителей различных стран НАТО, пойти на шаг, снять сейчас некритические проблемы новейшего вооружения и ракетных средств и перебросить, передать Украине для активного использования. Тогда это будет очень эффективная модель наших наступательных операций и победа будет очень быстро. Как говорил и Байден, и другие, что это будет реальный перелом момент в ближайшее время. Я думаю, что мы должны к этому прийти все вместе, к такому пониманию. Постепенно лед тронулся прямо, как говорят и Кулеба и другие, но еще не так глубинно, чтобы они пошли на любые меры передать самые новейшие техники вооружения. Сейчас уже ограничений нет, нечего скрывать, нечего бояться каких-то противостояний с Россией. Уже Россия пошла актом террора против мира населения, а по террористам, в соответствии с международным правом иностранным законодательством, могут действовать любые страны, тем более Украина защищает свою землю. Николай Григорьевич, тогда в предложение того, что вы сейчас сказали, вы уже начали говорить о ракетных средствах. Тогда сейчас немножечко тоже об этом поговорим, потому что они будут в новом пакете помощи Соединенных Штатов Америки. Андрей Ермак, глава Офиса Президента, написал о том, что победный год только начинается. Это продолжение того, что и вы сейчас озвучили, когда вспоминали то, что говорили и украинские политики. Победный год только начинается, провозгласил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя новый пакет военной помощи от США на 3 миллиардов долларов. Вот в этом пакете, я сейчас не буду повторять, потому что мы уже говорили и Брэдли, и бронетранспортеры, но там также есть в этом пакете зенитные ракеты СИСПЕРО. Я хочу у вас спросить, что это такие за воробьи, да, фактически, для чего, как они применяются, и в чем, да, морские, добавим так, и в чем, скажем так, их сегодня, ну, скажем так, действительно плюсы и бонусы вот именно этих зенитных ракет. Ну, первое, конечно, мы говорим о том, что это дополнительное средство именно создания, как мы говорим, купола над Украиной и над морскими пространствами. Мы должны закрыть различные эшелоны, это и удары стратегических ракет любого типа, даже если это будет ядерно. Я говорю сейчас, пока это нереально, что они применят, но мы должны готовить таким сценарием. Поэтому тут и Патриоты, и Насамсы, и Айрисы, и другие вот такие модели, это для таких средств. Есть более средние уровни, которые действуют именно уже на базе сухоподных сил, морских сил, и, конечно, эти средства уже применяются для такильских целей. Для ракет морского базирования, для такильских ракет, для летательных аппаратов, например, самолетов, вертолетов морского базирования. Да и сухопутно может быть, особенно при бережных частях. Поэтому это такильский уровень, который именно действует эффективно, но на сравнительно небольших расстоянках, например, 10-15 километров. Если мы берем уже Патриоты, это 160 километров. Если мы берем, например, Насамсы, это до 60 километров. Но это мощные, это большие, как мы говорим, средства. Но другие, это более мобильные. Они могут избивать и шахиды, например, кроме летательных аппаратов. И, конечно, более мелкие цели морского базирования, включая не только воздушные цели. Они могут именно перестраиваться на, например, на сами же морские средства и катера, например, или на даже береговые какие-то цели, которые именно занимает противник. Поэтому я подчеркиваю, что это очередной еще раз комплекс, который поставляется, чтобы он более плотно оффлотил систему защиты и нашего неба, морских коридоров. Ну и, конечно, более использую активно на форме ведения прямого боя. Это то, что сейчас именно усилит нашу оборону, и особенно в небе. От 80%, как мы говорили, по балюсинским ракетам и по шахидам до 100%. Возможно, до 90-95% мы выйдем. Поставим эти тактические средства, зенитные, и поставим Патриоты, включая немецкие, которые также нам передают, уже они объявили. Я думаю, что уже будут примерно как купол Израиля, только тот маленький, потому что Израиль небольшие просторы перекрывает. Это очень громадное средство, но тут уже и советские системы, зенитные, и американские, британские, немецкие, французские, испанские, те, что передали уже стран Скальдинавии, вот это сейчас будет действовать вместе. Особо не уделял бы, что это какая-то эффективная система. Это один из подвидов таких, скажем, зенитно-ракетных комплексов. Николай Григорьевич, вопрос, смотрите. Вот хотел бы, чтобы вы прокомментировали, от вас будет интересно услышать этот комментарий и позицию, как руководителя службы внешней разведки. Тут не столько определенный кейс интересует, сколько в целом подход российских руководителей, российской армии, тех, кто нынче имеет там какую-то власть. Ройтерс, посылаясь на источник в Белом доме, пишет о том, что вот почему россиянам так важен Бахмут. И они говорят о том, что возможно, вот есть такое предположение и мнение, информация, что Пригожин, вот этот ЧВК Вагнер, вот самый главный там считается, вот, он науперся почему? Потому что там Артем Соли, там вот эти 179 квадратных километров вот этих залежей, гипс там присутствует, и он хочет на этом фоне как-то подзаработать денежек, ну и понятно, что все это дело кинуть и себе любимому, и обеспечить потребности ЧВК Вагнера. Николай Григорьевич, что вы скажете о таком подходе вот российской армии, тех, кто там нынче руководит, там же дело получается не только в какой-то тактике, оперативке, стратегии, а по сути просто в деньгах? Ну, в первую очередь, конечно, Путин ставит задачу захватить и Бахмут, и всю Донецкую область. Это для него момент, истинно, прямо зная его лично, он поставил как задачу номер один. И ставит это Шойгу, Герасиму, Пригожину, альтернативно военным, и, конечно, дает по полной программе. Он за это обещает все, так сказать, и власть, и деньги, и поэтому все, так сказать, полезные ископаемые, которые находятся на этих территориях. Кто ее завоевал, тот и владеет. Это не только, например, Соль, там, другие ископаемые. Это и земля, это, конечно, производство, это возможность именно совершать различные теневые операции и на войне, а тогда на этих территориях, то есть, как обычно, это решается комплексно. Политическая задача, захват территории Украины, военная, это, конечно, захватить территории и потеснить наши войска, и как можно больше, так сказать, постараться их, как бы, уничтожить. И, конечно, экономическая, оставляющая, как бонус, как приз. А Пригожин сам, да, он бизнесмен, он не только повар Путина, он готовенно зарабатывает на всем, на крови, на оружии, так сказать, и, конечно, на гражданах Украины, которые завоевывают, и конкретно то, что указали аналитики в отношении Артем Соли и других полезных ископаемых. Я скажу, это одна из целей, если мы говорим в целом. Стратегически этим вопросом руководит Путин. А кто исполняет это? Это те или иные подразделения, Пригожина или Шойгу, но они, конечно, и преследуют каждую свою корыстную цель. Вот поэтому даже, например, и Шойгу направляют уже свой патриотов по другим направлениям, чтобы они работали. Также им обещают именно то, что там завоевают на территории, что они будут иметь и владеть. Пригожин в своем формате по Артем Соли, по другим направлениям. Вот он уже посмотрел и заводы, и, возможно, шахты, и другие, и лакомые куски, но это уже то, как его проведут операции. Но, скорее всего, это не получится, потому что видим, как он не бьется ни до Нового года, как обещал Путину, он этот проект не реализовал. Сейчас пытаются зайти из Солидара для того, чтобы там замкнуть какое-то кольцо, как они говорят, возле этого города, наших подразделений, а дальше двигаться уже на Бахмут с этого региона. Также не получается, проводят контрудары. Мы проводим удары с флангов. Я думаю, что в данной ситуации перспектива для них очень плачевна. И соли они не получат. Николай Григорьевич, мы вам очень благодарны. Получат только другой Соли. Николай Григорьевич, мы вам очень благодарны за участие в нашем эфире. Николай Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки, был с нами на связи. Дорогие.